Идея о безвизовом пространстве между Европой и Беларусью витала в головах белорусских и литовских общественных деятелей довольно давно, но ввиду разных причин, включая политические взгляды, как бы не выливалось в конкретные действия. Сейчас уже совершенно очевидно, что нужно делать конкретные шаги, чтобы визовый барьер как можно быстрее был снят, потому что он не имеет никаких ни политических, ни экономических целей и оснований. Поэтому мы должны вместе проводить кампанию на то, чтобы люди из разных стран, включая Европу и Беларусь, давили на свое правительство, чтобы заслон был снят. В первую очередь нужно, чтобы власть поняла, что власть в любой стране поняла, что людям это надоело и очень сильно надоело, что нет каких-то интересов, которые хотят поддерживать визовый заслон, и что люди хотят ездить, хотят легально ездить друг к другу, развивать туризм, который полезен как одной, так и другой стороне. И здесь, я думаю, что шансы очень велики, потому что давление людей на власть, оно возможно даже в условиях диктатуры. У нас, слава богу, и хорошие предпосылки, потому что даже исследования говорят, что тем же жителям Беларуси очень важно, чтобы виз не было, или чтобы плата за них была нулевая, что им надоело это все. И поэтому достучаться до людей надо, используя их язык, используя их интересы и то, что они хотят. Потому что можно до бесконечности говорить о европейских ценностях, но если тебя унижают в посольстве одной или другой страны, то ты об этих ценностях никогда не будешь думать. Я думаю, что в первую очередь с бизнесом, потому что здесь у них прямой интерес, и они сейчас формулируют свои позиции. Еще до сих пор мы видим даже, скажем, в Литве еще некоторые сомнения насчет того, что виза – это уже пережиток прошлого, и поэтому нужно вести диалог и просто окончательно на бумаге уже формулировать требования к властям, а уже когда бизнес присоединяется к глазу народа, то власти ничего не остается, как удовлетворить это требование. Я думаю, что конечной целью должен быть безвизовое пространство между Белоруссией и Евросоюзом, ну а если оно будет еще шире, то это будет заслуга многих европейских организаций. Эксперты довольно четко утверждают, что визовый заслон, барьер, занавес, как это назовем, он никак не влияет на процессы миграции, он не влияет никак на борьбу с организованной преступственностью. Это всего лишь инструмент в руках нескольких бюрократов, которые либо выдают, либо нет, но в основном выдают эти визы. Но когда мы посчитали, сколько Евросоюз получает от этих виз, то это совершенно смешные цифры, и это никак не сравнимо с тем, что может получить хотя бы сектор туризма. Я совершенно согласен с точки зрения, что визы — это способ политического торга, это инструмент политического торга, который уже практически никак не связан с реальной жизнью, и здесь только вопрос именно о пользе этого инструмента политической власти. Но, увы, надо констатировать, что не только в руках белорусского режима, но также в руках каждой из стран-членов Евросоюза это является важнейшим инструментом политического давления, и поэтому страны очень не хотя отказываются от этого инструмента. Я думаю, что разъяснять, особенно используя современные медиа-каналы, это обязательно, потому что все-таки нет общего понимания ситуации, очень много мифов в этой сфере, очень много статистики и всевозможных политических нюансов, поэтому широкая общественность разных стран Восточной Европы должна знать реальное положение дел, и тогда решения придут сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова